Украинский народ всегда славился своей хозяйственностью. Даже в тяжелые времена не забывал об этой уникальной черте. Сегодняшняя наша история о смелом, добром и рисковом Ирпенце, который пополнил парк угнанной техники у российских оккупантов. Сюрприз! Опознавательные только что содрали, чтоб своих не ебать. Извиняюсь за мой француз. Хороший КамАЗ, только ездить нельзя. КамАЗ не машина. Это Алексей Дудченко. На второй день войны, 25 февраля 2022 года, он угнал брошенный бронированный КамАЗ на мосту Верпене, что под Киевом. В СУ здесь разбили колонну россиян. КамАЗик, который я недавно угнал. Только что. Так бежали, аж заведенные оставили. От заправ и заканчиваешь туда за мост. Тут была русская колонна. И стоят разбитые КамАЗы, БТРы. И некоторые даже заведенные можно прийти за бро. Я человек не гордый. Пошел, забрал один. Алексею 43 года. Больше половины его жизни связано с автотранспортом. Даже бизнес в этой сфере организовал. Для Алексея не проблема водить большие автомобили. Но с российским грузовиком пришлось повозиться. Я пытался на нем поехать, но, как выяснилось потом, пневмосистема была пробита. Там было всего две атмосферы. Для того, чтобы выжать сцепление, надо было ужаться в руль и почти двумя ногами выжать на сцепление. Трофея всегда же приятно забрать у врага что-нибудь. Угнанный трофей Алексей на тихом ходу пригнал на только что сформированный блокпост в районе Гастомельского шоссе. Вот это самое место, где был Ирпенский блокпост. Вот оттуда из-за поворота, где остановка. С моста я сюда заезжал, это километра, ну полтора, укройте машинка сзади. И потом мы его поставили КамАЗ поперек дороги, вот на место, где сейчас кран стоит. А пацанов из меня перегнали вот сюда, где машинки ездят. Эти полтора километра Алексей ехал 10 минут. Это казалось ему вечностью. Он предупредил людей на блокпосту, что может вернуться с автотрофеем. Но не знал, останутся ли те же люди на месте. А другие, не разобравшись, могут по нему из гранатомета пальнуть. Тем более, что КамАЗ был символикой агрессоров. После такого поступка бойцы местной террабороны окрестили Алексея Красавой. Так и сказали потом, Красава. Остальное были только матюки. Матюки, медицинские термины, слабоумие. Живет Красава, как и большинство сейчас в Ирпене. В доме с выбитыми стеклами, без газа и воды. Говорит, его дом менее пострадал, чем рядом стоящие. Это ни окон, ничего, потому что вот там буча и оттуда все прилетало. Моя квартира с другой стороны, там более или менее все в порядке. Во дворе встречаем председателя дома Анну Мазепу. Говорит, таких как Красава в украинцах целая армия. Дуже правильно срубил. Все правильно сделал. Я знаю, что это наши ребята. Там русские понапивались. И наши ребята украли у них целый танк. Я была очень довольна. Не знала, как нарадоваться. Классные у нас ребята. Соседи Алексея не считают его местным героем. Так же и Красава к своему поступку относится спокойно. Не более героическим, чем когда на Абалоне БМП отжали. Примерно как. Тут много героических поступков было, особенно когда Ирпен защищали. Алексей не только технику врага угонять умеет. Свои водительские навыки применяет и в волонтерских целях. Неоднократно садился за руль автобуса и вывозил детей и женщин из оккупированного Ирпеня. Говорит, каждый должен помогать тем, чем может и умеет. Андрей Яковин, Белсад.